Добрый день, уважаемые коллеги, участники вебинара. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. И я думаю, можно начать нашу сегодняшнюю встречу. Тема нашей встречи – сервисы Google в школе и библиотеке. Сегодня я расскажу вам немного о том, какие существуют основные сервисы Google, и предложу варианты, как их можно использовать в библиотеке. Немножко расскажу о том, как их осваивать, какие-то, может быть, интересные моменты, которые пригодятся вам в работе. Сразу по поводу презентации. Презентация сейчас ее можно скачивать до того момента, как вы не выйдете из виртуальной комнаты, ее можно скачать на компьютер. Если у кого-то не получилось скачать, или он со смартфона сейчас находится, и там нет такой опции скачать, то в конце вебинара на последнем слайде, я, как обычно, пишу адрес электронной почты, вы можете лично мне написать, я вам пришлю эту презентацию, если она вам пригодится для работы. И второй вариант, еще есть группа на Фейсбуке, но об этом тоже чуть попозже расскажу. Там тоже, когда будет готова запись вебинара, там будет размещена и запись вебинара, и презентация. То есть вы получите два в одном, но чуть-чуть попозже, через несколько дней. Вот, такие два варианта еще, как получить материалы сегодняшней встречи. Итак, сервису Google. Ну, наверняка все о них слышали, видели, многие из них пользуются, многие из вас ими пользуются. Это пакет облачных приложений, расположенных на серверах компании Google, которая позволяет планировать совместную деятельность, управлять коллективной работой, позволяет общаться, публиковать материалы, распространять их в сети. В общем, много-много всего интересного сервиса Google умеет. Чтобы мне так немножко сориентироваться в сегодняшней аудитории, может быть, кто-то уже хорошо работает, а кому-то в новинку все это, я вам предлагаю небольшой опрос. Сейчас я вам его попробую открыть и запустить. Вам нужно выбрать один из пяти вариантов ответа. Видно, опрос должен появиться на экране сейчас. Там пять вариантов ответа. Я вам предлагаю выберите один из тех. А я сориентируюсь уже тогда, подготовлена ли аудитория, о чем стоит подробнее рассказать, а что там, может быть, какие-то подробности можно было бы и опустить. Сейчас пару минут подождем, пока все проголосуют. Я вам потом расскажу о результатах, если вам интересно. Так, у нас уже почти 100 человек проголосовало. Ага, хорошо. Ну да, можете проголосовать. Итак, у нас пока получается, что большинство не умеет, поэтому не используют. Есть умеющие, но не использующие. И есть у нас 25%, которые здорово умеют, работают и практикуют. Подскажите ваши координаты. Рекомендовали все слушатели. Да, мой блог «Роза ветров север» на последнем слайде. В конце вебинара будут все мои координаты. А так можете по поиску найти «Роза ветров север». В поиске сразу выйдет. Спасибо вам большое за голосование. По итогу у нас получились такие. На экране сейчас можете увидеть результаты опросов. Вот примерно так у нас распределились сегодня голоса. Поэтому я буду поподробнее тогда рассказывать, поскольку большинство участников не умеют пользоваться сервисами. Поэтому буду рассказывать подробнее тогда. Итак, Google сервисы. Конечно, их очень много. И обо всем за один вебинар, конечно же, не расскажешь. Я вам, по ходу, буду в чат добавлять какие-то ссылки с дополнительной информацией, с примерами. Мы даже немножко сегодня попробуем в Google сервисах поработать, чтобы вам было не скучно на вебинаре. Итак, почему же сейчас все говорят о Google сервисах, и почему все ими пользуются? Во-первых, потому что у них бесплатные возможности. Большая часть всех возможностей Google предоставляется бесплатно. Далее. Один раз зарегистрировавшись, вы получаете доступ практически ко всем сервисам Google. Да не практически, а ко всем. Это очень удобно, потому что вы можете создавать и таблицы, и презентации, и опросы, и сайты, и блоги. И все только один раз зарегистрировавшись. Это интересно, это удобно. Далее. Сервис сейчас приведен на русский язык. У него очень простой интерфейс, и если вы уже владеете навыками работы с вордовскими документами, с презентациями PowerPoint, то вам будет совершенно несложно уже сориентироваться в Google, потому что они во многом дублируют знакомые нам офисные программы. Далее. Сервисы Google, все, что вы в них создаете, хранится в облаке, в сети интернет на вашем Google диске. И вы в любой момент можете получить доступ к этим материалам. Единственное, что вам нужен, доступ к интернету. А получить свою презентацию, открыть либо какой-то опрос, либо таблицу, все это вы можете с любого компьютера, зайдя в свой аккаунт и получив необходимые материалы. Поэтому это тоже очень удобно. Google сервисы доступны на любых устройствах. Они адаптированы и под мобильный телефон, и под смартфон, и под планшеты. Поэтому работать в них стало намного удобнее. Даже презентации можно уже создавать на смартфонах. Правда, я думаю, все-таки это не очень удобно. Но, тем не менее, такая возможность есть. Самое главное, что привлекает в Google сервисах, это возможность совместной работы. Вы можете пригласить к участию в работе любых слушателей, любых участников. Это очень замечательно работает в школе, например, когда вы с детьми работаете в дистанционном обучении, либо какой-то совместный проект делаете с читателями в библиотеке. Это очень хорошая опция. И, наверное, самая главная из того, что здесь перечислено. Кроме того, организуя совместную работу, вы можете разграничить права доступа. Например, каким-то участникам вы можете предоставить расширенный доступ, возможность редактирования. А кому-то только возможность для чтения и просмотра. Ну и, наконец, в любой момент вы можете посмотреть историю всех изменений. Допустим, вы создаете презентацию, и вы можете проследить, кто из участников, что изменил в работе, что добавил. В любой момент вы можете вернуться к обратной версии, откатить все изменения назад. Поэтому все вправки, все изменения, которые вносятся, они все сохраняются. Это тоже очень хорошо. В общем, вкратце вот информация такая о Google сервисах. Давайте на них поближе посмотрим, с чего начать. Если вы еще вообще ни разу ими не пользовались, то с чего начать? Мой совет – первые два шага, которые стоит сделать, это, во-первых, установить на компьютере браузер Google Chrome, и, во-вторых, зарегистрироваться на электронной почте, получить аккаунт Google. Вот два этих первых шага, потому что в связке они хорошо работают. Почему браузер Google Chrome? Потому что сервисы Google лучше всего будут работать именно в браузере Google Chrome. Они не дружат с интернет-эксплоуэром, с оперой, дружат с Firefox, но не все. Поэтому лучше, конечно, сначала установить браузер, а затем уже зарегистрироваться и получить аккаунт Google. Где брать браузер? Берем его на сайте Google Chrome, в поисковик забиваем браузер Google Chrome «Скачать» и получаем вот такую стартовую страничку, откуда можно сохранить себе на компьютер и установить как программа. Браузер – это программка. Вы ее скачиваете, запускаете, она самостоятельно устанавливается, весь процесс занимает минут пять. После этого можете пользоваться этим браузером. Но по умолчанию сейчас на многих мобильных устройствах он уже стоит, поэтому тут даже особых вопросов не возникает. Ссылка активная. Если скачаете презентацию, все ссылки будут в вашем распоряжении. Далее создаем аккаунт Google. Да, перед тем, как создать аккаунт Google, несколько слов о самом браузере. Чем он интересен? Мне нравится, во-первых, поиск Google поиска. Считается, что сейчас это мировой лидер в поисковых системах, опережает всех и вся. Мне нравится Google поиск тем, что он позволяет устанавливать параметры поиска. Например, здесь можно искать только сайты на русском языке, устанавливать параметры. Очень хороший инструмент поиска в картинках. Это для тех, кто создает буктрейлеры, какие-то видео слайд-шоу и подобное-подобное. Поэтому можно воспользоваться этим поисковиком. Здесь очень хорошо, например, искать картинки с лицензией на некоммерческое использование. Чтобы нас не обвинили в нарушении авторских прав, вы запускаете сервис Google картинки в поиске. Вот он примерно. Я выбрала, например, искать изображение книги и выбрала опцию искать лицензии на некоммерческое использование. Например, для буктрейлера нужны красивые картинки с книгой. Чтобы их не заблокировали, я через поиск отсортировала именно то, что мне нужно, и совершенно спокойно могу их теперь использовать в работе. Это тоже очень удобно и быстро. Вы можете искать по размеру картинку, большую-маленькую, клип-арт, какие-то другие инструменты настраивать и так далее. Так, Google диском можно пользоваться и без браузера, но в этом случае, в принципе, возможно это тоже. Просто он с некоторыми браузерами не очень хорошо дружит. Ну, идем дальше. А дальше надо завести аккаунт Google. Заводить аккаунт можно двумя путями. Самый простой – это создать новую электронную почту для себя. Она будет зарегистрирована на домине после собачки, будет gmail.com. Вы придумываете адрес электронной почты. В общем, тут все как обычно в обычной электронной почте. Имя, фамилию вводите. Придумываете адрес. Ну, пароль соответственно. Если вы не хотите ни в коем случае заводить новую почту, есть опция «Использовать текущий адрес электронной почты». Можно зарегистрироваться в Google, но по адресу уже, который у вас есть. Например, у вас собакамейл.ру или яндекс.ру. Вот по-любому это мы заводим свой текущий адрес и тоже создаем аккаунт, привязанный уже к той почте, которая есть. Подробная пошаговая инструкция есть на самом сайте Google. Ссылочку я вот внизу на слайд прикрепила. Ну, теперь вы получаете доступ ко всем материалам, и Google диску в том числе. Почему Google браузер мне нравится? Потому что там есть очень быстрый доступ ко всем элементам, ко всем сервисам. Он нажимается в правом верхнем углу, квадратик с девятью точечками серенький, никогда не промахнетесь, он открывает вот такую вкладку. Я ее в красную рамку вывела. Здесь вкладка всех сервисов, которые вам будут теперь доступны после регистрации. Начиная с почты, с поисковика, YouTube, блогер, новости, Google диск – это еще не все. Дальше, если листать, там откроется весь полный перечень всех Google сервисов. Их достаточно много. Говорить будем о самых-самых главных сегодня. Предлагаю начать с Google диска. Вот если вы его выберете, Google диск, то откроется примерно вот такое. Ну, если у вас там ничего еще не создано, то здесь будет пусто. А у меня вот уже много чего было создано с 2013 года. Поэтому у меня вот список всего-всего, что у меня здесь хранится на Google диске. Здесь Google диск – это хорошая вещь для хранения информации, облачная. Вы можете загружать сюда любые документы со своего компьютера. Тексты, фотографии, видеоролики и так далее. Во-первых, это как хранение. Для чего это нужно? А чтобы получать доступ с любого устройства к этим материалам. Либо второй вариант – вы можете предоставить доступ к своим материалам. Например, вы можете открыть доступ к документам, разослать ссылку к презентациям другим читателям. Это вторая функция. Ну и третья – отсюда из Google диска вы можете публиковать в интернете все документы, какие посчитаете нужны. Это третий. Как хранилище, здесь дается 15 гигабайт свободного места. Это довольно много. Правда, если вы будете загружать сюда какие-то очень тяжелые видеофайлы, то понятно, что место будет забито, поэтому периодически Google диск можно почистить, либо прикупить дополнительное пространство. Но вообще 15 гигабайт – это вполне так себе нормально для работы. У меня с 2013 года Google диск работает, пока заполнено только 2 гигабайта места свободное. Что там может занимать место? Все материалы, которые вы загрузили с компьютера, будут занимать место. Плюс содержимое электронной почты Gmail тоже здесь же будет занимать место. Если вы создаете какие-то материалы внутри самого диска, например, Google презентацию, Google документы и так далее, то они не весят ничего. Они здесь даже и не будут учитываться. Поэтому тем самым Google нас стимулирует к тому, чтобы мы онлайн работали. Создавали, не загружали уже готовое, а создавали в самих сервисах. Так будет, никакого места не будет занято здесь. Еще, если у вас много материалов на Google диске, тут еще поисковая строка, где вы можете найти нужный материал быстро. И плюс здесь есть волшебная кнопка «Создать», которая создает разные материалы. Документы, презентации, формы, таблицы, еще много чего интересного. Ну вот я ее нажала, и получается у меня целый большой список, что можно создать. Документы, таблицы, презентации, формы, рисунки, карты, сайты. И еще виртуальную доску я подчеркнула «Jumpboard». Вот об этих сервисах мы немножко сегодня и поговорим. Ну, начнем с Google документа. Здесь все очень просто. Я вам сейчас дам ссылку на документ Google. Он открыт для редактирования. Вы можете попробовать что-нибудь написать, а не что-нибудь. У меня там была идея в этом Google документе. Если вы по ссылке сейчас пройдете, у меня был вопрос. Как бы вы использовали Google документы в своей работе? Я сейчас буду по ходу вам рассказывать об этом сервисе, а вы какие-то идеи можете набросать в Google документы, и заодно проверить, как он работает. Итак, Google документ похож на Word. Здесь примерно очень похожая панель инструментов. Я ее в красную рамочку выделила. Тут все очень подробно. Форматирование шрифт, размер, цвет. Вы можете прикреплять гиперссылки к тексту. Такой значок с цепочкой. Далее вверху есть кнопочки для правки, для вставки разных элементов в презентации, для форматирования, например, определенным стилем, шрифтом выделенный фрагмент сделать. Можно добавить, как вы видите, таблицу, ну и какие-то другие дополнительные элементы. В общем, все очень несложно в этом. Создаете Google документ, ну а дальше начинаете записывать текст. Что еще можно добавить, кроме текста? Кнопка «Вставка» позволяет добавлять разные другие элементы. Например, картинки внутрь текста можно легко вставить. Вставка, изображение добавляем со своего компьютера. Изображение можно настроить. Тут есть даже дополнительное окошечко настройки изображения. Цвет, размер, яркость, контрастность и так далее. Можно его подрезать, уменьшить в размерах и так далее. Таким образом, вы можете сделать обтекание. В общем, все функции, которые в вордовском документе, они все здесь и работают. Открываете ссылку, как мне написать? Открываете ссылку, которую я вам дала выше. Там Google документ откроется. Я открыла к нему доступ сейчас, и могут все писать без… Даже если у вас нет сейчас аккаунта Google, он открыт абсолютно для всех него пользования. Поэтому вы даже без аккаунта можете сейчас написать в этом документе. Это просто для того, чтобы вы посмотрели, как это выглядит не на скриншотах, а в натуральной величине. Да, если нет доступа, то может быть фильтр стоит. Бывает. Но может быть кто-то стирает, если не получается. Да, вот это издержки коллективной работы, что вашу запись может нечаянно кто-то стереть. Вы отступите подальше, чтобы никому не мешать, и попробуйте чуть ниже написать, чтобы никто до вас не добрался. Да, у меня русский открытый язык. Как сделать русский язык? Правой клавишей щелкнуть «Перевести на русский», если у вас браузер. Если у вас Google Chrome, то можно так перевести. Ну, в общем, можно вставить картинки. Что еще можно добавить? Можно вставить таблицу. Можно через кнопку «Вставка таблицы», а можно отдельным элементом. Сейчас появилась вкладка, которая так и называется. Таблицы добавляются так же, как и в Ордовском документе. Рисуйте шаблон, сколько вам нужно строчек и сколько граф. Ну, а дальше вносите туда свою информацию. Цифры, буквы, все что угодно. Картинки, таблицы. Что еще? Диаграммы можно вставлять. Для этого, опять-таки, выбираем опцию «Вставка», выбираем раздел «Диаграммы». И дальше у нас открывается такая табличка, в которую мы вносим данные. Вам сервис тоже на основе этих данных построит диаграмму. Диаграммы здесь бывают разных видов. Линейные, столбчатые, круговые, и как графики. Вот сейчас график на экране. Вы вносите данные по категориям, какие-то цифры вписываете, и дальше у вас все это отображается на вашей диаграмме. Удобно, быстро. Диаграмма, как картинка у вас сохраняется внутри Google документа. В общем, здесь практически все те же возможности, что работают и в Word. Что еще? Еще такая интересная особенность называется «На голосовой ввод». Это очень интересный инструмент. Если у вас подключить микрофон к сервису, в смысле к компьютеру, то вы можете попробовать надиктовать какой-то текст. Правда, что-то сложное с терминологией вы вряд ли получите написать, хотя можно попробовать. А что-то простенькое, какой-то обычный простой текст, вы можете попробовать надиктовать и посмотреть, что из этого получится. Робот распознает русскую речь. Он понимает команду запятая, точка, новая строка, абзац, восклицательный вопросительный знак. Запускается кнопочкой в разделе «Инструменты». Знак называется «Голосовой ввод». Попробуйте, это очень необычная опция. Появилась недавно. Может быть, что-то получится интересненькое. Теперь переходим к самому интересному, как настраивать доступ к этому вашему документу. Вверху, если вы заметили, синяя кнопка есть – «Настройки доступа». Вы ее нажимаете, а дальше выбираете уровни доступа. Как я вам сейчас давала доступ к этому документу? Я именно так и сделала. Я выбрала из этих четырех вариантов вариант номер два. Редактировать могут все, у кого есть ссылка. То есть вам достаточно поделиться ссылкой, и даже у кого нет Google аккаунта, те могут редактировать, что вы сейчас и делали. Второй вариант – комментировать могут все. Что такое комментарии? Комментарии – это дополнительные замечания, которые вносятся не в поле документа, а появляются от него с правой стороны. Кнопочка так и называется – «Комментарии». Раньше она была текстом написана, сейчас она написана значком. Рядом со словом «Настройки доступа» вы ее заметите в виде облачка. Если на него нажать, то можно добавить комментарий к документу. Комментировать можно любое слово, любое предложение. Это хорошая вещь, если вы делаете совместную работу, пишете, например, со своими учениками какую-то статью, вам нужно что-то прокомментировать, какое-то не очень удачное предложение, какой-то материал они не тот написали. Вы выделяете этот материал мышкой, а дальше пишете свои комментарии. Вот это нужно исправить, например. Так можно предлагать правки в документ, и тот, кто это все написал, ему придет на электронную почту уведомление, что к вашему сообщению поступил комментарий. Он открывает, смотрит и решает этот вопрос. Да, можно сохранить созданные документы, да, можно, но без комментариев, естественно. А вот можно скачать через кнопку «Файл», выбираете опцию «Скачать». И оттуда скачиваете этот документ, он будет у вас в Word-овском формате на компьютере сохраняться. Все, вот последняя версия со всеми изменениями вам скачается. Вот как раз эта кнопка «Файл». Чуть-чуть вперед забежали. Вот она, я ее открыла. Вверху есть кнопочка «Скачать», а чуть ниже есть кнопочка «Публикация в интернете». Вы можете опубликовать этот документ в интернете, и тогда вставите его даже на страницу сайта и блога, если захотите. Вот в таком Word-овском формате его можно вставить на страничку сайта и блога. Первоначально публикуете, получаете ссылку и код. Кодом вставляете на сайт, а ссылкой можно просто делиться. Другой вариант приглашения участников, чуть назад вернусь, можно рассылать им приглашение по электронной почте. Выбираете кнопочку «Пригласить» и дальше рассылаете по электронной почте приглашение. В этом случае, если вы будете рассылать приглашение, так называемые инвайтинги, то участникам нужен будет Google аккаунт. Вы можете высылать ваше приглашение к этому документу только на Google почту. Даже если вы отправите на обычную почту, то все равно предложат Gmail создавать. Поэтому самый простой вариант, который я вам сейчас предложила, даже без Google аккаунта можно редактировать, либо комментировать, либо вообще только просматривать. Вот таким образом работает Google документ. Давайте посмотрим, для чего можно это все использовать. Тут у меня много всего написано. Каждый попротектовался как мог. Я несколько вариантов предлагаю просто как варианты. Может быть, что-то вы еще свое дополните. Для любой совместной работы. Написание статьи, написание курсовой работы совместной. В общем, все, там какое-то коллективное обсуждение и так далее. Для мозгового штурма, то есть вот то, что я вам сейчас предлагала сделать, накидать какие-то идеи, это и есть мозговой штурм. Для школы это может быть виртуальная доска. Вот чего не хватало в онлайн обучении в дистанционном, это доски. Вот некоторые учителя использовали Google документ, как виртуальную доску. То есть размещали там, допустим, слова с пропущенными буквами, а школьники заходили и вставляли эти буквы по заданию. Можно сделать целую рабочую тетрадь. Например, создать один документ Google с пропущенными буковками и размножить по количеству участников. Допустим, у вас 15 учеников. Создали таких 15 Google документов, каждому отдали, и он с ним работает. А вам не нужно ничего собирать в электронной почте, где-то все оно будет у вас на Google диске сохраняться. Вы в любой момент можете зайти, посмотреть и проверить. Да, исследовательская работа, знакомство с родителями, совместный проект и так далее. Да, спасибо вам за идеи. В общем, это все можно сделать. Как делать совместный проект? Создаете Google документ, даете доступ участникам, они проходят по ссылке, а дальше вы в Google документе пишете какое-нибудь задание для них, для проекта, например. А там каждый из них работает. А вы смотрите потом, как хозяин этого документа, смотрите, кто из участников, что там придумал новенького. Вот таким образом можно работать. Ну, давайте дальше посмотрим. Google таблицы. Google таблицы, о них не буду особо много разговаривать, потому что не слишком я сильна в таблицах Excel. А по сути таблицы Google – это Excel-евские таблицы. Вы можете создать свою, а можете загрузить из Excel с компьютера и открыть его в Google таблицах. Я чаще всего использую таблицы Google для мастер-классов и для различных таблиц самозаписи. Ну, вот что это такое. Например, у меня были дети, которые писали рефераты по русскому и по литературе. Я создала для них Google таблицу. Каждый вписал свою тему, а я там уже отмечала, кто что сдал. Если сдал, то закрашивала зелененьким цветом, если не сдал, то красненьким. Они в любой момент могли посмотреть. Кроме того, можно дописывать комментарии к каждой ячейке этой таблички. Я вам сейчас открыла вариант. Это из моего мастер-класса. Таблица «Продвижение участников». Если правильно выполнена работа и зачтена, то она зелененьким окрашена. Если красненьким окрашена, то к ней еще вот такой комментарий можно прикрепить. Например, ссылка не открывается. Я такие писала комментарии. А участники могут точно так же задать вопрос учителю. Тоже могут писать комментарии. Так что для комментирования есть большая возможность. Как это все работает? Создаете Google таблицу, получаете вот такое бесконечное поле. Вписываете сюда свою информацию, создаете столбики, ячейки. Все точно так же, как в Excel. Здесь, если вы создаете с цифрами таблицу, то есть строка для формул. Вы можете считать. На сайте Google есть список всех формул, которые допускаются в Google таблице. В эту поисковую строку просто вносите нужную формулу, и вам сервис все посчитает. Все то, что работает в Excel, все здесь работает, все сокращено. Да, в Викиси Бериаде именно в таких таблицах и работает. У меня такая же есть еще и для Викиси Бериады. В общем, это удобно. Называется это иногда таблица самозаписи, иногда таблица продвижения участников и так далее. Ссылочку для таблицы Google я вам сейчас отправила. Это обучалка. Там подробно рассказано про формулы, про вычисления и так далее. Мы уже, если позволите, на этом задерживаться не будем. Давайте я вам расскажу о более интересном. Например, как можно из таблиц Google сделать ленты времени. Наверняка слышали о таком варианте лента времени. Это рассказ о биографии какого-то человека, о каких-то событиях, которые представлены в виде шкалы с временными отсечками. Сейчас я вам, чтобы понятно было, отправлю ссылку в чат. Удивительно, но вот эти ленты времени, которые ссылки я вам сейчас отправила, откройте, посмотрите хотя бы одну. Они сделаны на основе Google таблицы. Очень красиво выглядят. Вверху слайды, перелистывающиеся наподобие презентации, а внизу отсечки временные, шкала времени. И вы можете просматривать, либо как слайды листать, либо по отсечкам смотреть по временам. Получается вот такая лента времени. Рассказ о каких-то исторических событиях, о биографии какого-то человека и так далее. Называется это лент на времени «таймлайн». И делается она очень просто. На основе сервиса «таймлайн.js», который интегрирован с Google сервисом, с Google таблицами точнее. Сайт, сейчас ссылку на сайт отправлю. Вы можете открыть, посмотреть, как он выглядит, этот сайт. Он очень простой, состоит буквально из одной странички. Там три шага, нет, четыре шага для создания вот такой ленты времени. От вас требуется Google аккаунт и все. Нажимаем на зеленую кнопку, создаем ленту времени и получаем шаблон. Шаблон вам пришлют на ваш Google диск. Он у вас откроется, и вы внутри этого шаблона можете вписывать информацию. Шаблон будет на английском языке, потому что сервис англоязычный. Там уже какая-то информация содержится. Ваша задача – ее стереть и записать свою, добавить свою. Сначала, может быть, немножко пугающе. Это Google таблица выглядит вот так. Из нее нельзя удалять столбики. Вы можете только что-то стирать и вместо него что-то писать. То, что выделено красненьким, это обязательно. Все остальное по желанию заполняется. Записываем начало события – год, месяц, день, время. Потом по желанию окончания события, не хотите, можно пропустить. Даем заголовок событию, например, дата рождения Пушкина. Какой-то маленький текст можно написать. Хорошая вкладка называется «Медиа». Сюда вы вносите ссылку на картинку. Картинка должна быть опубликована в сети интернет. Вы ее сюда по ссылке вставляете. Кроме картинки, можно видеоролик добавить тоже по ссылке. В общем, какой-то один медиа-объект. Либо картинку, либо видео вы можете по ссылке добавить. Дополнительно сюда можно еще статью из Википедии тоже по ссылке дать. Можно, что еще, аудио, саундклауд. Есть такой сайт, оттуда можно аудио добавить. В общем, один какой-то медиа-объект к одному вашему событию на ленте времени добавить можно. Ну и самая последняя кнопочка интересная называется «Фон». Фон можно перекрасить. По умолчанию фон будет белый. Но если вы хотите, вы можете взять любой другой фон. Правда, фон будет такой в цифровом эквиваленте из 16 цифр состоять. Сейчас я не сильна в программировании вот этих вот веб-цветов. Но вот есть такая палитра цветов, где каждому оттенку цвета соответствует какой-то цифровой код. Вот я вам ссылочку дала на эту палитру. Вы можете из этой палитры выбрать любой цвет. Вам дадут на него код из цифр. И вы ее сюда, фоновый, вставляете. Если вас заинтересовал этот сервис, вам понравилось, как он выглядит, как в нем работать, я вам сейчас всю обучалку в чат отправлю. Там я очень подробно все рассказала, что, зачем и как делается. Ну и все, пожалуй. Вы так заполняете все строчки, сколько хотите строчек, сколько хотите слайдов. Одна строчка, один слайд в вашей презентации. Здесь без ограничений можно добавлять новые строчки, заполнять и так далее. Работа немножко скрупулезная. Но это работа совместная. Вы можете, как в любом Google документе, открыть доступ всем, кому захотите. И так можно совместно с читателями или с учащимися делать общую ленту времени. Вот он, совместный проект. Далее, после того, как вы все заполнили, вы публикуете таблицу в интернете, берете ссылку сверху из строки браузера, возвращаетесь обратно на сайт. Сюда ее вставляете, вот в это окошечко под цифрой 3. А в окошечке под цифрой 4 получаете код для встраивания ленты времени на сайт или в блог. Сейчас не только код дают, но еще и ссылку можно получить. Если у вас своего сайта нет, вставлять некуда, то можно по ссылке поделиться. И все. Вот так на основе Google таблиц можно легко создать ленту времени. Это все, если разобраться, что к чему-то все это создается буквально минут за 30, и у вас готовый интересный продукт получился. Все бесплатно абсолютно. И второй вариант – сервис Flippity. Он позволяет, он тоже работает на Google таблицах. Сейчас я вам обучалку отправлю. Это сервис, который создает игры. Те же самые Google таблицы. Да, это удобно для групповых работ. Есть такая игра, своя игра, наверняка проводили в библиотеке или в школе, когда есть категории вопросов, ответы, каждой стоимостью баллов и так далее. Все это на экране, можно красиво вывести. Вот сервис предлагает на основе Google таблиц создать такую игру. На 4 команды можно максимально. Вот так выглядит игровое поле внизу. А вверху таблица, которую нужно заполнять. Принцип работы тот же самый. Вы заходите на сервис. У вас есть Google аккаунт. Скачивайте шаблон. И его точно так же заполняйте, как в предыдущем варианте. Там очень просто. Буковка Q означает вопрос, question. А буковка A означает ответ, answer. Ну и заполняйте 100 Q – это вопрос на 100 баллов. 100 answer – это ответ. Единственный минус – здесь нельзя вставить картинки. Но зато тексты любые вставляются. Заполняйте таблицу, получайте ссылку. Сервис вам тоже сгенерирует ссылку. Этой ссылкой можно делиться. А если у вас есть сайт и блог, можете вставить на сайт или в блог. Сейчас я вам ссылку отправлю. Посмотрите, как это получилось у меня. На основе тоже все Google таблицы. Все очень просто. Если на телефоне плохо сейчас видно или ссылки какие-то не открываются, то будет, конечно, запись вебинара. А ссылки можно скопировать себе куда-нибудь. Часть ссылок в самой презентации будут. Так что, если вы скачаете потом презентацию, то эти ссылки будут вам тоже доступны. Ну вот я одну вам отправила. Это как раз своя игра. Там 16, на самом деле, шаблонов. Их намного больше. Я выбрала самые интересненькие, на мой взгляд. А там по сайту можно попутешествовать и найти еще что-то для себя подходящее. Еще вот такая игра называется «Игра на соответствие». Та была коллективная. Вы можете ее на экран большой вывести и с детьми работать. Там есть отчет времени, звуковые сигналы, если правильный или неправильный ответ и так далее. Ответ вводить игре не надо. Вы выводите ее на большой экран, управляете игрой с экрана. Это для работы, допустим, в аудитории онлайне. Команда делится, допустим, на 4 команды. Каждая по очереди отвечает. А вы здесь ведущий. Если ответ правильный, вы начисляете команде баллы. Нажимаете на эту команду, и 100 очков уходит на счет команды. Если команда ответила неверно, то вы ничего не нажимаете. Это для игры не онлайновской, это для реальной игры, времени в реальном помещении. А вот этот вариант – это игра для уже индивидуальной работы. Вы можете ее на сайте, в блоге опубликовать. Игра на соответствие. Нужно собрать одну линию. То есть, например, у нас есть герой, время жизни его, какие-то события и итог его действий. Вам нужно из шести строчек собрать правильные. Есть стрелочки, которыми можно управлять. И собираете линию. Как только вы все соберете правильно, все, вам об этом скажут. Тоже создается такая игра на основе Google таблицы. Она вверху. Там все очень просто. Вы просто четыре строчки заполняете про каждого персонажа, а сервис потом все перемешает. Вам дадут опять ссылку. Вы можете делиться ссылкой и вставлять на сайт или в блог. Вот таким образом. Ну и третий вариант игры – флеш-карточки. Вообще, это больше, конечно, было для учащихся школ. Флеш-карточки когда-то для запоминания дат были, для иностранных слов и так далее. Немножко ссылки я перепутала. Флеш-карточки чуть выше ссылка, а про соответствие чуть ниже. Карточка. С одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Их можно вращать, переворачивать, перемешивать и так далее. Опять-таки, такие флеш-карточки можно создать на основе Google таблицы. Вот здесь как раз можно добавлять уже картинки и даже видеоролики к флеш-карточке. Здесь у нас одна сторона, слайд 1 – это лицевая сторона, слайд 2 – соответственно, обратная сторона. Вы можете викторину так оформить, вы можете просто какие-то карточки создать для перелистывания. Сервис предлагает несколько вариантов. Можно просто карточки листать, а можно придумать с ними игры. Например, подобрать пару. Вопрос-ответ. Учащемуся предлагается большое количество карточек, ему нужно создать пары из них. Если все соберется, он выиграл, он молодец. Вы можете распечатать эти карточки, создать на основе них облако слов, просто дать возможность вписывать ответы, если у вас, допустим, ответ из одного слова. В общем, вариантов много. Я вам чуть выше дала еще обучалку на этот сервис. Сейчас продублирую, кто пропустил эту ссылку. Так что, если захотите, можно попробовать. Он может быть не очень красочный, но очень эффективный. Все бесплатно. И все только на основе Google Таблиц. Ну, давайте дальше. Пойдем от Google Таблиц, подойдем к более интересненькому. Да, можно зламинировать и играть. Точно. Отличная идея. Google Презентация. Это, наверное, самый востребованный инструмент. Я вам сейчас опять ссылку дам на Google Презентацию. Можете в ней поиграть еще. Так, сейчас я попробую найти. Ага, вот она эта ссылка. Я тоже там открыла доступ и создала несколько слайдов. Вы можете попробовать на них что-то написать сейчас. Я там, конечно, тему задала, какую книгу вы сейчас читаете. Но, в общем, просто попробуйте. Google Презентация. Прежде всего, это очень похоже на PowerPoint. Здесь все те же опции, как и в PowerPoint. Если вы только начинаете, тут все будет несложно. Вы все кнопки эти знаете, вам они знакомы. Здесь не очень много отличий. Все на русском языке. Google Презентация дает возможность, прежде всего, для коллективной работы. Вы можете добавлять сюда изображения и видео с YouTube по ссылке, например. Здесь есть несколько шаблонов оформления. Правда, их не так много, как в PowerPoint. Но вы можете из PowerPoint сюда импортировать какие-то свои темы, оформления. Какие-то очень красивые. Здесь есть специальная кнопка, называется «Импорт». И вы можете тему прямо из PowerPoint добавить. Готовую презентацию вы можете скачать к себе на компьютер в любом формате. Самый простой – Microsoft PowerPoint. Можно как документ, можно как картинки. Или как PDF. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит. Да, сильно много в этом сервисе может подвисать. Это точно. Да, бывает. Но я не рассчитывала на такое большое количество участников. 300 человек. Ну, ссылку просто сохраните себе. Потом можете. Я никуда вообще ничего не удалю. Это все будет работать и после. Выглядит как инструмент. Вот так он выглядит. Слайды. Сверху инструменты для редактирования слайдов. С левой стороны миниатюрные картинки этих слайдов. Все как в PowerPoint. Здесь немножко другие вкладки, но по названию вкладок можно легко разобраться, что, куда и зачем. Кнопка «Файл» сохраняет, публикует презентацию. Кнопочка «Изменить что-то» меняет в ней. Вид – это представление презентации, в каком виде оно вам интересно. Предварительным просмотром здесь можно смотреть через эту кнопку. «Вставка» – это самая популярная кнопка. Вставляет картинки, изображения, фотографии, видеоролики, диаграммы. В общем, все то, что в Word документ, в Google документе, все вставляется здесь точно так же. Кнопочка «Формат» – это форматирование текстов. «Объект» – это форматирование объектов на слайде. Сама кнопка «Слайд» меняет тему оформления. Переходы между слайдами можно добавить. Ну и, наконец, кнопочка «Инструменты» – это дополнительные возможности. Например, можно настроить проверку правописания, чтобы все было грамотно написано. Здесь есть такая возможность. Внизу кнопочки для форматирования текстов, картинок, макеты, фоны, темы и так далее. Переходы – это быстрые кнопки, которые позволяют те же самые манипуляции делать, но еще быстрее. Создаем слайды кнопочкой «Плюсик». Она в левом верхнем углу находится. Новый слайд. Добавляйте туда тексты, картинки. В общем, все как в обычной презентации. Да, если подвисать, то можно перезайти. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Итак, что здесь еще можно? Здесь можно комментировать. Вот этот значок с облачком. Позволяет добавить комментарии к любому слайду. Щелкаете по слайду, выбираете опцию «Комментарии» и можете добавлять сюда комментарии. Полезная опция для коллективной работы. Вы как учитель или как библиотекарь можете следить за изменениями слайдов и добавлять сюда свои комментарии. На веке Сибиряде уже давно практикуют создание коллективных презентаций. Я вам парочку ссылок сейчас отправлю. Посмотрите, какие интересные работы можно создавать. Это в качестве идей с помощью Google совместных проектов. Вот первая ссылка. Это была ссылка, называлась она «Шире круг». Это собирали коллективная коллекция игр, в которой играли наши предки, бабушки, дедушки. Задача была опросить своих родственников, узнать новые игры или рассказать о том, какие игры именно в вашем регионе играют. И созбиралась вот такая большая коллекция игр. Интересный проект. А второй проект – это список лучших книг. Создавались тоже детьми, участниками Вики Сибиряда. Совместный проект такой есть. Может быть, вас на какие-то свои идеи натолкнет. Поэтому Google презентация в этом смысле очень хороший инструмент. Можно очень интересные вещи придумывать с ней. Комментарии оставлять. Вы как владелицу, самый главный здесь в этом проекте, можете комментировать какие-то слайды, добавлять какие-то правки, рекомендовать точнее правки, подсказывать какие-то вещи и так далее. Как я уже сказала, документ можно скачать, можно опубликовать в интернете. И тогда получать на него ссылку и код. Да, можно вставлять звук, попробовать, по крайней мере. Да, есть такая опция, звук появился недавно, и анимация. Здесь можно теперь объекты анимировать. Не только переходы между слайдами, но можно еще появление и исчезание объектов регулировать. То есть все больше и больше становится на PowerPoint похоже. После того, как вы ее опубликовали, у вас есть код, вы можете на страницу сайта и блога ее добавлять. Мне этот сервис нравится тем, что здесь можно опубликоваться очень хорошо. Особенно после того, как постоянно блокируется сервис SlideShare, который постоянно в блокировке. У меня куча презентаций там пропала. Я перешла на Google, здесь ничего не блокируется, здесь все хорошо работает и всегда к ним доступ есть. Ссылками вот эту презентацию, которую я сейчас показываю, я точно так же на Google Диск сегодня или завтра загружу, и ее можно будет скачать, если вам она понадобится. Давайте дальше посмотрим. Google карты. У нас впереди много интересного. Поговорим про Google карты. Google карты – это хороший инструмент для создания виртуальных путешествий, экскурсий, разработки маршрутов и многого-многого другого. Как всегда, я две ссылочки вам отправляю на варианты. Первая карта – опять-таки коллективная работа Вики Сибириады. Путешествие с литературными героями по странице книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Как помните, там много было географических объектов, и вот все из них были нанесены, все эти объекты были нанесены на карту. К каждому объекту информация добавлена. Вы можете просто посмотреть, пощелкать. Очень интересная коллективная работа. Как это все действует? Google карты немножко сложнее, чем, допустим, документы или презентация, но разобраться можно. Сейчас я вам обучалку сразу отправлю с подробной инструкцией. Вообще, на сайте Google очень хорошая справочная система. Вы Google справку можете вывести в любой момент, и вам на русском языке все расскажут пошагово. Поэтому вот ссылка сейчас как раз на Google справку. Там очень подробно. Если в двух словах открываете, создаете, через кнопку «Создать», создаете карту, дальше вам нужно нанести метки на эту карту с географическими названиями. Например, я вписала в поисковую строку сверху, она с лупой рядышком, название «Мурманск», название своего города. Он появился в виде вот такого зеленого маркера. Чтобы эта метка зафиксировалась на карте, я нажимаю на кнопку «Добавить на карту», и она у меня появилась. От этой метки я уже могу прокладывать свой маршрут. Точно так же создаем следующую метку и наносим их столько, сколько вам нужно на карту. К каждой этой метке можно добавить информацию. Какую? Например, можно картинку загрузить с компьютера или из интернета по ссылке. Можно видео. Можно просто текст небольшой написать. Кроме того, есть возможности для оформления цветом, формой. Можно значок выбрать в виде капельки, квадратика, кружочка, как захотите, и после этого у вас метка будет сохранена с дополнительной информацией. Очень интересно, можно организовать совместную работу, если вы какой-то большой всероссийский проект хотите создать. Например, в Google Сибириаде, когда много собирается участников из разных регионов, создают большую Google карту участников. И каждый участник добавляет свое место и рассказывает о своем городе. Интересная вещь. Ну и последнее, что осталось, это прочертить маршрут. Если вы хотите виртуальные путешествия, то можно добавить между точками на карте линии. Их можно добавить через вот эту вот кнопочку, в виде ломаной линии. Вы нажимаете ее и нажимаете опцию «Добавить линию фигуру». И все точки маршрута будут соединены у вас с линией. Получается такая виртуальная экскурсия. Вы по этим линиям можете двигаться. Сразу понятно направление движения, откуда, куда. И точки можно нажимать уже не в хаотичном порядке, а вот именно по маршруту, как полагается. Так получается, виртуальная экскурсия можно по городу делать, можно по стране, можно даже по улицам города можно сделать. Google карты, они очень детальные. Можно там дома даже отмечать и по домам путешествовать. Кроме того, в Google карте есть еще возможность добавлять слои. Например, у вас карта одна, а вы хотите к ней добавить несколько маршрутов. Вы можете добавить несколько слоев. И один маршрут у вас, например, по городу будет мемориалы защитникам города в годы войны. Второй маршрут будет литературные места. Карта одна, а маршрутов несколько. Таких слоев можно создать 10. Все это абсолютно бесплатно. Google формы. Google формы – это сервис для создания опросов, тестов, викторин. Хорошая вещь, которую библиотеки используют для разных конкурсов. Я вам парочку отправлю, сейчас ссылок. Первый тест – это очень простой. Это я делала для детей в школе по содержанию книги. Второй вариант посложнее. Это видео-викторина. К тесту можно прикреплять еще видеоролики. И получается видео-викторина. Как это работает? Выбираете через кнопку «Создать форму». У вас появляется вот такая вот форма условная. А дальше вот с правой стороны в красной рамке я выделила объекты, которые можно сюда добавить. Можно просто текстом написать. Это самый простой вариант. А вы можете добавить еще картинку и видео с YouTube, если захотите. Внизу есть опция «Пометить как обязательный вопрос». Например, если вопрос поветить как обязательный, участник пока на него не ответит, форму отправить вам не сможет. В чем смысл? Участники отвечают на все вопросы, в конце нажимают кнопочку «Отправить» и вы получаете на свой Google Диск варианты ответов. И вы можете это контролировать. Хороший вариант для дистанционного обучения. Когда у меня зависли все платформы, и я класс, и рэш, и все остальное, я вернулась в Google Формы, и мы с детьми работали именно с ними. Кроме того, что там можно создать выбор один из списка, то есть это один вопрос из вариантов. Здесь можно добавить текст как строчку, текст как абзац, то есть от участника потребуется написать предложение или несколько предложений. Можно в виде шкалы представить ответ, в виде сетки, написать дату или время в качестве варианта ответов. Здесь очень много вариантов. Кроме того, есть возможность автоматической проверки этой Google Формы. Если у вас вариант один из списка, когда один вариант из нескольких, вы можете в настройках выбрать форму теста. Здесь переключаете рычажок в направлении теста. Выбираете опции. Например, участник может получить свои ответы, список правильных и неправильных ответов сразу после отправки, после того, как отправил, ему приходит на экране высветилось. Вы ответили на столько-то вопросов правильно, можно показать ему незачтенные вопросы, если захотите. Например, в этом случае, если вы выбрали формат теста, то к каждому ответу придумаете количество баллов, сохраняете это все, и участник получает уже свое количество баллов. Я, например, на уроке объявляла, что, допустим, за 12 баллов ставится оценка 5, за 10 баллов оценка 4 и так далее. Вопросов не возникало. Участники сразу получали свои баллы и понимали, какая оценка у них будет стоять в журнале. Участники векторины тестов не обязательно должны были в Google. От них это не требуется. Вы можете выставить условия, чтобы они были зарегистрированы в настройках, но по умолчанию здесь этого нет. То есть вы вот сейчас на любой этот тест можете ответить совершенно спокойно, и они не привязаны к Google аккаунту. Ну вот, у которой первая была ссылка Полиханова, 100% можете ответить, и мне варианты придут. Это мой тест. Вот. Хорошая вещь для дистанционной работы. Ну а для библиотеки – это хорошая штука для разных конкурсов, викторин и так далее. Вы можете получить статистику в виде вот таких красивых диаграмм, например. И по каждому пользователю можно. Это общая сводка. Если переключаетесь отдельный пользователь, вас по участникам может быть. Чтобы они не были анонимными, вам нужно написать, предусмотреть такую опцию, чтобы он представился. Один из вопросов обязательным. Его надо поставить фамилиями, чтобы можно было разобраться, кто как ответил. Далее вот я в красной рамочке выделила зеленый значок. Это Google таблица. Вы можете эти же самые результаты представить в виде Google таблицы, и они у вас на Google диске сохранятся. Так вы можете отслеживать все, что вам приходит. И потом мы, например, проводили, когда я работала в библиотеке, конкурсы через Google формы. И всем, кто правильно ответил, проверять вручную ничего не приходилось. Всем, кто набрал, допустим, 10 баллов из 10 возможных, получали призы и подарки. Вот так. У нас еще осталось 3 минуты до конца вебинара. У меня еще осталось довольно много информации. Я вам тогда вкратце. Если мы немножко задержимся, я думаю, вы не будете на меня сильно обижаться. Разговорилась сегодня очень. Google сайты. Google сайты – это хорошая штука для создания большого информационного ресурса. Бесплатный совершенно проект для того, чтобы создавать свое представительство в сети. Школы, библиотеки, свой личный сайт можно создать, портфолио, можно создать сайт мастер-класса, если вы их проводите. Можно создать сайт проекта, опять-таки, совместных каких-то проектов. Ну вот я сейчас ссылок вам набросаю. Это и сайты школы, и сайты библиотеки. Первые две – это проекты. Один из них сайтов, вот первые два с мастер-классами, там я поучаствовала. А остальные ссылки – это уже чужие ссылки. Это ссылки просто на разные представительства школы, библиотеки, как это выглядит. Как видите, Google сайты, они бывают разные. Они вот совершенно любого вида могут быть. В чем прелесть? В том, что можно на Google сайт добавлять любое содержимое. Тексты, картинки, видео из YouTube, карты, любые встраиваемые объекты. Вот я вам ленту времени, например, показывала. Ее можно встроить в Google сайт абсолютно спокойно. Допустим, любую презентацию вы опубликовали в Google диске, вы можете ее добавить на этот сайт. Отлично он взаимодействует как раз с Google дисками, поскольку сервис один и тот же. Поэтому он как раз нацелен на то, что вы любой документ можете извлечь из своего Google диска и опубликовать у себя на сайте. В красную рамочку я выделила значок «С человечком». Это здорово читайские конференции делали, тоже отличная идея. Значок «С человечком» позволяет пригласить соавторов. То есть вы не в одиночку можете над сайтом трудиться, а можете кого-то добавить. Правда, им придется Google аккаунт завести для этого, но они могут работать вместе с вами в соавторстве. Очень простой конструктор. Вообще, когда сайты создаем, обычно начинаем пугаться, сколько там всего на нас обваливается информации, и нам кажется, что лучше уже и не надо тогда. Вот здесь максимально простой интерфейс. Вставка. Она позволяет вставить разные документы и элементы. Страницы. Добавляет новые страницы на ваш сайт. Столько, сколько вы хотите. Ну и тема – это оформление цветовое, шрифтом и так далее. Вы можете загружать свои картинки, выбирать свои шрифты. Их тут немного, всего шесть тем для оформления, но вы можете что-то разнообразить. Свои картинки добавить, свои формы придумать, оформительские и так далее. Очень простой элемент. Как это все используется? Ну, я уже называла, что можно и свой личный сайт придумать, учительский, библиотекарский, можно проект, мастер-класс, можно придумать веб-квест. Пример веб-квеста на сайте Google. Сейчас я вам в чат отправлю. Есть подробная информация о том, как это было сделано. Я только сам принцип работы вам расскажу. Вот внизу есть ссылка «Авторский коллектив». По количеству посетителей ограничений нет. Ой, сколько лет Google? Хороший вопрос, много. Я работаю с 2013 в этом сервисе. Много на самом деле лет. Надо уже уточнять через поиск. Давненько они. Ну вот смотрите, как это работает. Вы создаете Google сайт с квестовыми заданиями. Придумываете столько страничек в этом сайте, сколько у вас заданий. На каждой страничке новое задание. Можно установить счетчики через Google Аналитику. Есть у них такой сервис Google Аналитика. Можно поставить, как встраиваемым объектом, можно ставить счетчики. Это нужно найти сайты, где создаются счетчики с кодом, и кодом вставляются счетчики. Спасибо, нам подсказали. Насчет Google. Этот сервис хорошо вставляет задания с так называемого сервиса Learning Apps. В задании вы прописываете квест, например, «Разгадай ребус». И если правильно он разгадан, то в конце дается ссылка на вторую страничку сайта. У вас странички скрыты на сайте. Такое тоже можно сделать. И на новую страничку переходит и капусток, как ответили на квестовое задание. По ходу этот сервис Learning Apps еще дает возможность собирать ключевые словечки. Суть квеста в том, чтобы собрать эти ключевые слова. Как вы следите за тем, собрали они слова или нет. А для этого уже нам нужна Google форма. Вот она внизу. Это самая Google форма. Ключевые слова присылает каждый из участников, а у вас в табличке все отображается. Например, здесь ключевое слово было «Поганель». Ну вот, участники прислали, и вам видно. По каждому этапу участники таких ключевых слов находят, отсылают с помощью Google формы вам, а вы за всем этим наблюдаете. Получается веб-квест. На последнем этапе из этих ключевых слов либо ключевую фразу можно собрать, либо что-то иное придумать. Но Google форма уже знакомая используется. Вот еще один вариант квеста. Там на неведомых дорожках это уже по сказкам. Это вам для примера посмотреть, как можно Google сайты использовать и в качестве квеста тоже. Более подробно, если вы захотите об этом узнать, то я эту технологию рассказывала на вебинаре, который был в Директ Академии. Просто на сайте YouTube найдите, пожалуйста, этот вебинар. В Директ Академии так и назывался – веб-квесты. Там уже более подробно про все это рассказывается. И еще один вариант, когда можно представительство свое создать – это блогер. Это платформа для создания блогов. Спрашивали о моем блоге, он как раз создан на этой платформе. Называется он «Роза ветров север». Название такое, потому что раньше он был краеведческим, сейчас немножко перепрофилировался в связи с тем, что я ушла из библиотеки. Сервис для создания блогов. Страничек в сети интернет, где информация публикуется в обратном хронологическом порядке. То есть более новые публикации вверху, более старые внизу. Вот вам ссылки на некоторые блоги, которые я нашла в сети интернет. Мне показались они интересными. Просто посмотрите, как это можно представить. Здесь вы можете писать о себе, о своих мероприятиях, для дистанционного обучения детей использовать. Есть блоги учительских довольно много. Сейчас я вам пару ссылок тоже отправлю на учительские, чтобы сравнить, например, учителя русского языка и есть у меня еще начальные классы. Платформа блогера, она очень благодатная тем, что блог вы можете создать буквально за полчаса. В общем, тут все очень быстро получается. А дальше заниматься уже оформительством. Там есть шаблоны, цветовые схемы. Выбирайте из того, что вам нравится. Само создание постов, статей здесь очень простое. Вы получаете вот такой шаблончик для заполнения. Он похож на вордовский документ. Внутрь своего текста вы можете добавлять ссылки, любые встраиваемые объекты и тому подобные вещи. После этого вы можете сохранить публикацию в черновиках, можете тут же опубликовать. А еще есть такая опция, как запланированная публикация. Например, вы пишете какую-то статью, приуроченную к определенной дате, и ставите в планировщике опубликовать именно в это время. Сервис, даже если вы туда не зайдете, он сам за вас всю работу сделает. Все опубликует в нужное время. У меня так на планировщике просто получается свободное время. Ты что-то пишешь, ставишь в определенное время, и сервис публикует все статьи по вашему желанию и усмотрению. Ну и в заключении еще о таком сервисе нельзя сказать, который называется YouTube. Но об этом сервисе вы без меня много чего знаете наверняка. Это сейчас самое большое хранилище видеофайлов. Он также привязан к сервису Google. Если вы не пользовались, то можно создать свой аккаунт на YouTube. Для этого нажимаем на значок, вот этот в красной рамочке, вверху. И выбирайте «Загрузить видео». Вам тоже предложат, если у вас своего канала еще нет, создать его. Через аккаунт Google вы просто его привязываете к YouTube, и после этого у вас канал уже создан. Вы можете загружать свои видеоролики. В библиотеке публикуют здесь и буктрейлеры, и различные презентации, и видео, и так далее. Здесь есть опция «Плейлисты». Вы можете видео рассортировать по категориям, например, «Проекты». Нужно ли для блога в этом сервисе сначала получить домен? Нет, не надо. Вам автоматически присвоят домен. А то у него домен будет «blogspot.com». А начало вы придумаете себе сами. Библиотека, фамилия учителя, как хотите. Нет ничего, домен здесь вам уже дадут. Точно так же, как и на Google сайтах, домены уже дают сразу. В плейлисты вы можете заключать свои видеоролики, либо вы можете собирать, если вы не планируете создавать много видеороликов, вы можете создавать плейлисты из чужих видео. По поиску «Находить», например, вам нужна информация по видеоролике, связанной с биографией Пушкина. Условно вы ищите их, добавляйте к себе в плейлисты, и они всегда будут с вами. И вы всегда можете ученикам, например, предложить сразу целый плейлист, и они могут по нему знакомиться с материалами. Ну вот, например, из моего канала я вам сейчас плейлист дам. Это мы делали из своих видеороликов. У нас был проект «Литературный марафон. Читали стихи о войне». Вот так выглядел плейлист со всеми-всеми стихами, которые мы успели прочитать за это время. При публикации видеороликов вы можете выбрать ограничения. Вы можете для всех опубликовать и выбрать ограниченный доступ. Например, по ссылке. То есть не все увидят, а только те, кому вы дадите ссылку. Либо вообще только для себя публиковать, если хотите. Тоже такой вариант предусматривать. Ну и еще YouTube умеет делать онлайн-трансляции. Это что-то новенькое, особенно в связи с дистанционными всякими вещами. Библиотеки начали осваивать, онлайн-мероприятия разные проводить. Ну вот в пустых залах можно снимать и потом рассылать, показывать эту трансляцию на весь интернет. Плюс то, что вы ведете онлайн-трансляцию с мобильного телефона или с веб-камеры. Вам не нужно никаких дополнительных программ себе устанавливать. Просто выбираете трансляцию, настраиваете веб-камеру, либо смартфон с камерой. Ну а дальше снимаете, и все это транслируется в YouTube. Вы можете по ссылке пригласить участников, разослать ее своим читателям и показывать им это все в режиме реального времени. Вот пример такой трансляции. Я вам ссылку отправила, причем все это сохраняется на вашем канале. Это будет у вас видеозапись, и вы потом можете ей делиться, если захотите. Все это записывается и показывается. Ну и буквально уже несколько слов, времени мало. Еще о двух сервисах. Google Meet. Этот сервис больше интересен будет учителям, наверное, потому что это сервис для видеотрансляций, для видеоконференций. Помните Zoom? Наш любимый Zoom, с которыми все, наверное, поработать успели, кто в школе работал. Google Meet. После того, как началась эпопия с дистанционным обучением, с мая месяца они стали бесплатными. Просто как информация. Есть альтернатива Zoom, это Google Meet. Он позволяет организовать видеоконференции час 60 минут бесплатно. Вы можете назначить встречу тут же, можете ее запланировать через Google Календарь, разослать участникам. Есть возможность демонстрации экрана. Ну, в общем, все те же возможности, как и у Google. По электронной почте можно приглашать. Можно разослать ссылку участникам. От участников требуется единственное, что это аккаунт Google. Поэтому вы здесь будете застрахованы от вот этого пиратства, от которого страдал одно время Zoom, пока они пароли не ввели обязательные. Потому что посторонние люди проникали на конференцию и мешали вам. Поскольку здесь требуется регистрация Google аккаунта от каждого участника, вы ограничиваете, уже отсекаете всех лишних. И там плюс еще очень такие длинные коды и пароли доступа. Поэтому здесь они тоже постарались подстраховаться. В общем, это хорошая альтернатива Zoom тем, что не надо ничего устанавливать на компьютер. Дополнительных программ не нужно, все работает в браузере. Зашли по ссылке, у вас есть Google аккаунт, вас пустили, и вы работаете. Хороший вариант, он бесплатный. 60 минут сейчас до 30 сентября функционирует. Дальше они планируют продолжить бесплатность, но на каких условиях пока непонятно. 30 сентября посмотрим. Ну и в заключении вот вам еще вариантик. Виртуальная доска. Вот у Zoom она была. А что здесь насчет виртуальной доски? Вот, пожалуйста, JumpBot. Виртуальная доска для рисования. Ссылку я вам дала, она открыта сейчас для рисования. Хотите, можете тоже поэкспериментировать. Она очень простая. Здесь можно рисовать, прикреплять картинки, стикеры, есть лазерная указка. Вы можете проводить уроки, а можете просто отдать на откуп участникам, чтобы они там излагали свои мысли, добавляли свои изображения, писали какие-то варианты и так далее. Точно так же вы можете ограничить доступ, ну, как и во всех Google документах. Можно разрешить редактирование, можно только просмотрить. Вот это уже отсылка к вебинару, который был на Директ Академии. Вебинар был не мой, но вы его найдете. Он посвящен самому большому сервису Google Classroom. Это сервис для создания обучающих классов и для того, чтобы работать в этих классах. Есть подробная инструкция о том, как это работает. Я уже не буду повторяться. Инструкция в самой презентации находится. Это сервис для создания классов и для работы в них. Вы можете создавать классы, пригласить туда учеников. У них, правда, должен быть тоже аккаунт Google. Давайте им задание. Я вам сейчас могу код добавить своего класса. Он открыт по этому коду. Если у вас есть Google аккаунт, сейчас я его попробую скопировать. Потом уже после вебинара можете пройти, посмотреть, как это работает. Изнутри посмотреть на Google Class. Вот, пожалуйста. Это код. Просто скопируйте его себе. Выберите во вкладке всех списков опцию «Класс» и вы повалите внутрь моего класса. Он такой, демонстрационный. Я создала там пару заданий, небольшой материал прикрепила. В общем, в разделе «Задания» сюда можно добавлять тексты, ссылки, файлы, видео с YouTube обучающие. А участники заходят и выполняют эти задания. В разделе «Пользователи» вы можете посмотреть, кто присоединился к вашему классу. В разделе «Оценки» вы можете выставлять оценки. Получается такой полноценный класс, виртуальный, дистанционный. Все на русском языке. Я в нем разобралась минут за 20 со всеми функционалом. Мне понравилось. В общем, если в очередной раз все зависнет, то Google Class – хорошая наша альтернатива. Как войти в класс? Если у вас есть Google аккаунт. Если нет, то не получится или придется зарегистрироваться. Вот вам код для Google Class. Открываете список всех сервисов Google, находите Google Class, нажимаете кнопку с плюсиком, либо «Создать», там по-разному будет. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь по году, просто код вводите и присоединяйтесь. Вы внутри моего класса и можете посмотреть, что я там добавила. Вот все, пожалуй, на сегодня. Вот мои координаты. Спасибо, что вы оставались со мной. Немножко я переборщила сегодня с информацией, но правда было очень много, или я слишком разговорчива сегодня. Вот координаты, сайт, блог, группа и электронная почта. Презентация будет чуть попозже в группе, выложена вместе с видеотрансляцией сегодняшней. И на сайте, вернее, в моем блоге все обучалки, которые я сама пишу. Каждый четверг новая обучалка. Спасибо вам большое за внимание. Подождите, не убегайте, у нас еще несколько вопросов у вас есть во вкладке «Вопросы». Посмотрите, пожалуйста, там участники ждут ответов. Так, освоить можно. Так, курсы какие-то ведете. Да, на Директ Академии было у меня несколько курсов. Да, веду курсы на Директ Академии платные, на Вики-Сибириаде мастерские бесплатные. У меня и такие-таки есть. Вебинары все бесплатные, платных нет. Курсы можете осматривать в Директ Академии мои, либо я их публикую на страничке группы ИКТ-мастерилки. Там вся последняя информация по моей деятельности. Сайты с помощью Google сайта адаптируются? Да, адаптируются. Сейчас уже адаптируются. Был раньше классический интерфейс, он плохо отображался. Сейчас они перешли на новые возможности, и они теперь отображаются на любых устройствах. Не могли бы вы ссылки на блоги библиотекарей, которые вам нравится прислать? Есть несколько ссылок. Если вас интересует полный список, напишите мне по адресу электронной почты, я вам вышлю свои подписки. Я подписана на несколько блогов, которые читаю постоянно. Я могу просто список этих подписок выписать, которые мне нравятся, а вы уже сориентируйтесь из этого. Следующий вебинар будет 18 июня. Тема «Социальные сети в помощь школе и библиотеке». Что такое Вики Сибириада? Вики Сибириада – это портал для работы учителей, библиотекарей и школьников для совместной деятельности. Найдете его легко через поисковик, так и называется, портал Вики Сибириада. Пишется слитно. Это вообще-то было создано изначально для сибиряков, но сейчас в нем работают представители всей России и ближнего зарубежья. Поэтому не пугайтесь. Вы просто, если хотите работать, вы посмотрите. Там постоянно проводятся мастер-классы по обучению технологиям, разным информационным. Там постоянно проекты были. Последний проект был, я училась на Вики Сибириаде создавать ленты времени. Вы там можете меня найти, посмотреть список моих мастер-классов. Вся информация там до сих пор висит и все материалы доступны. А вообще там постоянно что-то проводится, какие-то активности, какие-то проекты и для учителей, и для библиотекарей, и для совместной работы. Можно со школьниками вместе зарегистрироваться и поучаствовать в какой-нибудь активности. Там сейчас, сейчас я уже не владею информацией, но был там хороший проект «Память Сибири». Причем там не только про Сибирь писали, но обо всех областях, районах России. В общем, зайдите на стартовую страничку, там очень много полезной информации в Вики Сибириаде. Я там сотрудничаю постоянно, периодически там мои мастер-классы проходят. Можно присоединяться, слушать, смотреть. Вот, вроде на все вопросы ответила. Спасибо большое. Если вопросов тогда нет, тогда, наверное, нужно на этом закончить. Я вроде сейчас чат назад листаю, вроде как на все ответила. Спасибо вам большое за добрые слова. В следующий раз будем встречаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...